приветствую вас друзья вы на канале все для клёва сегодня у нас интересная рыбалка с подписчиком в рубрике рыбалка с подписчиком мы сегодня на лодке и знакомьтесь это дмитрий молодой рыбак может такой продвинутый вот пытаемся сегодня поймать очередной раз карпа вот он сейчас достает свой холод посмотрим какие есть ямки глубины уверен что будет всем интересно будем лыть очередной раз на кормушку от фирмы потап вот у дмитрия удилища как вы уже догадались импульсы в основном а я сегодня буду пробовать ловить на такую анаконду сих hunter 2 1 метра вот я практически уверен что вот супер удилища которые нужны именно для ловли с лодки ни разу на них не ловил как-то еще не было возможности выходить на лодке и вот она уникальная возможность испытать эти удилища для чего это сделал для того чтобы этой прикормкой привлечь рыбу которая находится ниже по течению то есть каша прикормка будет вымываться с кормушки и привлекать рыбу с дальних рубежей скажем так мы с вами на днестре вот выехали из беляевки солнечной станции красота утро тишина все супер короче вот друзья там трунчук получается вот это вот днестр идет и с глубины 2 метра сразу у нас показал эхолот 42 метра а трунчук 2 метра то есть получается сразу спад такой прямо при входе трунчука в днестр так на номера поедем сейчас ближе к мосту маякскому там глубины есть и 7 6 7 8 и даже 9 метров глянем час на стоит ловит рыбку без практически нет везде стоят везде стоят люди какая-то лунка все стоит машина стоит рыбак закинуты удилища перед нами метров 500 маякске мост вот здесь куча рыбаков вот мы смотрим чем место вот показывает 5 и 8 метров глубину вот 6 метров 6 и 1 так ну что друзья заехали мы на перспективное место и холод показывает 7 и 7 метра показывает хороший косяк рыбы недаром здесь стоят он куча рыбаков на лодках вот поэтому будем пытаться что-то ловить и пусть какой длины у вас 8270 нормально 273 длина вообще как для лодки отлично и для берега и для лодки что надо золотая середина шнур катушка вида аж у какая 40 40 а 40 а 40 понятно понятно ну что ж я тоже начну собирать свое удилище друзья сегодня буду испытывать крючок вот такой интересный анакондо 15103 вот посмотрите какой он похож на гамакатсу f22 но только еще более тут больше расстояние от цивя крючка до жала попробуем его и с горохом попробуем зацепить еще одного опарыша посмотрим как с ним будет так дмитрий замесил тоже своих свой горох посмотрим тоже используют с прикормкой вместе горох в общем короче продвинутый товарищ у нас дадим конечно ну что-то немножко стесняется я смотрю не нормально надо закинулся сначала ну давай закидывайся вот я уже тоже свое удилище уже практически приготовил осталось только нацепить оснастку для тех кто впервые на канале все для клёво и не знаком с нашей оснасткой с использованием кормушки потап специально показываю как просто изготовить вместе чем за минуту прямо на коленках и так сначала продеваем основную леску через отвод кормушки затем привязываем эту основную леску одному пушку вертлюга для этого я использую узел клинч очень простой и надежный узел который пользуется практически все рыбаки затем затягиваем его обязательно слиняем узел мочим хорошенько затягиваем его и лишний кусок лески обрезаем в другое ушко вертлюга вставляем петельку поводка через которые пропускаем крючок и методом петля вставляем петлю затягиваем на удавку поводок все оснастка наша готова вот она наша основная леска через отвод вертлюжочек и поводок с горошком уже готовы так ну вот дмитрий уже закрепил уже три удилича у нас тут по скромному мы с двумя нам много рыбы не надо главное чтобы она вообще была и клевала правильно диму расскажи как ты стал рыбаком вообще что тебя сподвигло стать рыбаком кто тебя учил быть рыбаком а отец учил отец что рыбак до любить любите понятно сам процесс обязательно рыба или мне показалось или у меня поклевка поклевочка друзья у меня уже первая поклевка пока дмитрий оставляет уже свои удилища у нас уже какая-то поклевочка так 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 ну такой красавец так ребят рядом щуку ловят пока не совсем успешно но по крайней мере пытаются так ну скажи дмитрий что это за лодка у тебя такая интересная лодка калибри так 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 36 да ямаха 15 до лошадиных 15 до лошадиных как тебе вообще лодочка отлично для рыбалки а не хочешь поменять получше поставить конечно хочу хочешь ну все тогда значит друзья лот продается лодка друзья смотрите какая супер лодка дима хочет получше лодка да так что желающие купить лодку прямо с мотором пишите в комментариях да совершенно верно так уже можно будет видеть на ю тубе продавать всякие вещи рыбацкие расскажи что ты занимаешься потому что интересно подписчикам интересно знать чем вообще занимаются люди кроме рыбалки в строительстве работаем строительство стройка стройка да трудимся делаем фасады фасады да домики красивые были ну друзья короче корму надо фасад обращайтесь обращайтесь да ну конечно все под описанием говорите куда чего что дима приедет и сделает да ну да о а как вообще жена относится к твоим рыбалкам вот что ты уезжаешь блин на рыбалку ладно мне у меня уже дети взрослые у тебя же ребенок сколько ребенку 6 лет 6 лет жена не ругает что ты часто ездишь на рыбалку не сильно не сильно понятно главное выходные находиться дома а то есть ты на выходных дома с семьей да среди недели а среди недели понятно пока народ работает на стройке он тут балдеет короче на рыбалке да ну да что приют ну вот точек 30 сантиметров 30 сантиметров да но у меня побольше я сделал 40 и 50 поставил у меня 30 50 и 70 так народ что-то половил щуку что-то и ушел друзья катушка ашу 40 а те которые используют дмитрий использую я то есть а у него еще вот есть к в 5000 да 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 вот стоит на том будилище и как она тебе вообще 5000 да отличная катушка нормально отлично не нормально отлично эти тоже хорошие но тебе больше та нравится да а чем он тебе нравится байтранер работает чуть легче к примеру с лодки если рыбачить то можно его открыть на всю катушку малейшая поклевка и он будет сразу срабатывать так подсак готов садок в наличии карась уже есть и тишина рыбаков друзья посмотрите на лодках немерено на берегу еще больше вертлюжок с клипсой чтобы не перевязывать все время просто петельку делаем на клипсу одеваем и резиночкой закрываем ага вот так вот и получается так вот смотрите друзья какой монтаж у Дмитрия бусинка чтоб кормушка не разбивала узел покажи покажи вот ага ну в принципе поводочек удлиняем 60 сантиметров а крючок покажи крючочек ага с волосяной оснасткой волосяную ты ставишь да понятно у Дмитрия поклевочка друзья ага фрекцион так 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 что там а карасик хорошо 60 сантиметров поводок 60 . крючочек маленький но опарыша с горохом правильно горохом на у дима второй карасик друзья хорошенький такой вовремя в лодку да ветреную погоду когда ветер поднимается карп начинает лучше клевать так когда тишина то поклевок мало редко вот только ветер поднялся сразу начинает клев на нас как раз все суперят такая уже пошла да то есть друзья скоро будет нас карпик левой по крайней мере дмитрий нам это обещает о поклевочку смотри смотри ну так карасик ну прекрасно а ты получается на крючок одеваешь опарыша она волос горох цепляешь да друзья у нас поклевочка вот такой маленький карасик пусть гуляет дима ты знаешь какие-то присказки чтобы поймать какого-то карпа не знаешь короче друзья и вам рассказывали есть такая присказка называется дам сахара дам сахар если говорить дам сахар о смотри смотри друзья дам сахар сказал раз поклевка нашим подписчикам интересным узнать вообще как по регистрации лодки долго это недолго ты еще и регистрировал это понимаю да ну да уж занимает где-то от месяца у нас поклевка о давай от месяца и больше да и больше да может и полгода занять карась друзья у нас сегодня у нас сегодня чисто красивая получается рыбалка пока если знать куда идти так отдавать документы в принципе ничего серьезно нет цена вопроса там две-три тысячи гривен и за месяц я регистрировал месяц на все про все ушло ну хорошо а вот право право до сих пор не получил потому что их никто не делает ее мы то есть получается что уже месяцев так восемь их никто не делает эти права то есть грубо говоря сейчас проезжая приезжает рубинспекция и нас шпока и да по полной программе рубинспекция нет а кто имеет право а кто кто имеет право организация такая без пака на люди это не имеет потому что получить право на право нужно что надо сдать экзамены да ну да на тренажерах тренируешься теорию учишь и потом получаешь но так как комиссии нету то права сейчас не выдаются и пройти эти курсы тоже нельзя друзья что-то шестерочка наверное будет тяжеловатый крючочек я попробую спасать чуть меньше крючок той же серии анаконда 15 103 восьмерочку поставлю посмотрим как это отразится на нашей рыбалке вот дмитрий клюет клюет посмотри что там он вытащит в очередной раз ну что же опять карасик караси друзья клюют дима тащит очередного карася скорее всего да о подлещик пасак возьмешь и вот она да ладно не возьму вот она надо было взять друзья берите пасак крючок такое дело как он там подцепился непонятно с подставчиком все-таки на параша с кукурузкой поезд с горошком друзья только что наблюдал ситуацию как рыбак с берега прикармливает горохом реку карпа и прикармливает в том же месте где и ловит и получается что тут он здесь вот прикормил и здесь же ловит но он не учить не учел течение реки получается что он прикармливает вон тому рыбаку который сидит на лодке следующему рыбаку то есть получается по большому счету он сделал хорошо ну конечно реке покормил много карпов это правильно но не себе место он прикормил а соседу поэтому учитывайте течение реки и кормите так чтобы было прикормлено ваше место и вот и и и и и и Продолжение следует... 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 у тарань у класс хорошая судила более уловисто все получается как-то у меня поклевок мало у него садика это раньше как красивый ух класс это засолиться наверно красивый а лещарик заканчивая рыбалка мы поделись впечатлением рыбалки с нашими подписчиками и зрителями канала плохо карпа нет у меня а так в принципе все супер удочки покупал в магазине все для клева и удочки и катушки удочки отличные покупайте кормушки крючки все там же брал в принципе все отлично все работает спасибо за рыбалку ну хорошо скажи как думаешь почему не было карпа просто тупо везение или как как ты что-то считаешь не знаю выходные все четко эти выходные что-то не что-то не пошло ему что-то не сегодня есть завтра нет но это говорит о том что нужно просто выезжать на рыбалку дышать свежим воздухом получать свежие впечатления и вы будете обязательно с рыбой не обязательно с карпом можно с лещом быть и с карасем и таранью правильно друзья будем заканчивать нашу рыбалку считаю что рыбалка прошла очень удачно мы познакомились с прекрасным рыбаком дмитрием вот он особенно очень много наладил тарани карасей тарани там вещей ну с карпом немножко мне не повезло такое бывает на рыбалке я познакомился с таким удилищем как сихантр что касается рыбалки на лодке так я думаю это один из удачных вариантов и недорогое простое и достаточно достаточно чувствительное и мощное удилище в одном в одно и то же время то есть тестом до 180 грамм и тонкий кончик который виден даже поклевка бычка крючок не подвел очень хороший бы крючок у нас и на 8 номер вытащили хорошего карпа если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клёво но мы с вами прощаемся до скорых встреч на рыбалке всем пока счастливо всего хорошего а